Вопрос из анката от арраиха минасоб бил гусли аутули заман. Говорит, если человек одевает одежду во время храма такую, на которую когда-то было нанесено благовоние, но запах его ушел. Либо потому что прошло уже много времени после этого, либо потому что эту одежду постирали. То есть такую одежду можно одевать или нет? Говорит, загабаль джумур и ладжаваз любси и лил мухарим. Большинство ученых считают, что разрешено человеку во храме одевать такую одежду. Потому что такую одежду запрещено одевать только потому, что из нее исходит запах. А в данном случае у нас одежда, у которой запах уже ушел. А также других в этом вопросе. Говорит, и большинство ученых установили относительно этого вида одежды условия, чтобы запах не возвращался, если на него побрызгают водой. То есть бывает так, что на тебе одежда, от которой нет запаха. Но если на нее побрызгают водой или смочат водой, то тот запах старый, который был на одежде, то есть старого благовония, он выходит и начинает от него идти запах. Большинство ученых говорят, что эту одежду одевать можно, если соблюдаются условия того, что если на него побрызгают водой, запах не будет исходить. Говорит, что касается имама Малика, это второе мнение в этом вопросе, что он считал нежелательным одевать такой вид одежды. Говорит, кроме как, в том случае, если эту одежду помоют, и уйдет не только ее запах, но уйдет также цвет этого благовония. Но правильным является мнение большинства ученых в этом вопросе. Значит, одежда, на которой когда-то было нанесено благовоние, и остался от этого благовония цвет на одежде. Но этот запах благовония уже с одежды ушел, либо потому что прошло много времени, либо потому что одежду постирали. Такую одежду одевать можно во время храма или нет? Говорим правильное мнение, что такую одежду одевать разрешено. Даже если цвет от благовония остался на одежде. Главное, чтобы не осталось запаха. Далее, следующий вопрос.